сахара заменитель это вред или способ уменьшить калорийность своих любимых вкусняшек в общем есть их но без вреда своей фигуре и здоровью меня зовут красавин иван это неоднозначная тема но мы сегодня попробуем разобраться в теме сахара заменители прям чуть-чуть истории откуда началось в 1879 году ник никому неизвестный химик иммигрант из россии фальберг в общем что-то он там химичил у себя в лаборатории пошел есть попробовал хлеб и оказал что хлеб сладкий не было сахара в хлебе он понял что это дело в его руках в общем он разобрался и таким образом открыл сахарозаменитель никому в принципе и дело не было до этого продукта до тех пор пока не началась первая мировая война вот тогда когда уже не было возможности и сахар не там еды естественно с продовольствием были проблемы вот тогда понадобился этот ингредиент и в начале 20-х годов нарком здрав разрешил производить в нашей стране сахарин это производные от сахара он слаще в 300 раз чем сахар в чем плюс сахарозаменители естественно сахара когда нужно будет там 6 12 килограмм сахарин и ну в смысле сахарозаменитель нужно будет всего пакетик то есть он очень экономичный и очень дешевый это мы тоже запомним сахарозаменители делятся на натуральные и искусственные но я их называю химичные к натуральным относятся это сорбит ксилит и фруктоза до фруктоза это сахарозаменитель они также как и сахар имеют калорийность они полностью усваивается нашим организмом и дают энергию просто по сравнению с сахаром они у них ниже калорийность ну и искусственные или синтетические это сахарин это цикломат ну и многие другие они в чем плюс не имеют вообще калорий то есть у них 0 калорийность но они химичные и не усваивается нашим организмом ну и вот здесь вот загвоздка да это химичное производство это искусственное производство влияет ли это на наш организм каким-то образом плохо или в принципе мы можем всю еду заменить ну всю сладкую еду заменить на вот такие вот без калорийные сахарозаменители сейчас много в интернете есть видео там каких-то гуру которая рассказывает что ну давайте так логически да когда мы едим что-то сладкое но там 0 калорий то есть вот сахарозаменители наш организм типа вырабатывает желудочный сок реакции инсулина и но не получая калорий мы получается как бы обманываем организм потом наш организм плохо реагирует на настоящие калории так ли это но вот все исследования которые я изучал я смотрел исследование все ссылки кстати оставлю в описании все исследования которые я смотрел не показывают ну хорошо одно исследование сейчас скажу все исследования не показывают никакой выплеск инсулина даже когда полоскает во рту то есть там водичка в которой размешаны вот разные разные сахарозаменители инсулин не вырабатывается желудочный сок может вырабатываться на самом деле у нас даже мы просто посмотрим на еду да потечет потечет слюна это тоже вырабатывается желудочный сок но самое главное здесь инсулин но в одном из исследований в 2010 году показала что на сахарин и сахар еду понятно на сахар да есть реакция инсулина то есть инсулин вырабатывается одно из исследований голодные люди держали в течение 45 секунд раствор содержащий определенные определенные сахарозаменители и смотрели потом брали кровь естественно смотрели в плазме есть ли наличие инсулина вырабатывается ли инсулин через одну через три через пять минут так вот а это исследование показало что на сахарозу и сахарин есть реакция после чего я смотрю следующее исследование в которых проводится в принципе то же самое но вообще ни на один сахарозаменитель нету реакции тогда я шел дальше я стал искать больше исследований и провел вот ну где-то 15-20 исследований которые я посмотрел смотрите какая интересная взаимосвязь с 1985 года по 2010 год ни одного исследования которое показало бы вред какой-то наносимый организму на этими сахарозаменителями проводили и на людях и там на крысах по поводу кстати исследований многие начинают говорить об исследовании они проводились на животных или на крысах или на червях или на дрожжах да нужно все-таки смотреть чтобы это было именно на людях так вот все эти исследования не подтверждали ни одного факта того что вообще сахарозаменители вредны для нашего организма но с 2010 года я нашел три исследования которые говорят о вреде о том что наш организм накапливает во первых потому что это не усваивается нашим организмом то есть сахарозаменителей химичного до состава так вот эти исследования говорили о том что вред организму наносит что это может вызывать раковые заболевания что есть выплеск инсулина что наш мозг реагирует вот сладким вкусом выбросом инсулина то есть кому верить непонятно но я стал искать дальше мне захотелось узнать в каком году начало начался такой бум замены сахара нас на сахарозаменители то есть когда производство начало производить именно сахарозаменители вот интересно что с кока-колой кока-кола вот прям вот представьте да первую свою кока-колу там zero или как-то я не помню как она называется выпустила в 1983 году почему я вам говорю сейчас может быть это не совсем научно да может быть это больше логично чаще всего ну не чаще всего хорошо очень часто бывает такое что производители какого-либо или там сахарозаменители или пищевой добавки или вот когда-то это было с сахаром начинают спонсировать те исследования которые проводят сахарозаменителями они платят ученым кстати интересное было по поводу сахара я сниму отдельное видео что в 50-х годах прям нашли исследование где было куплено три ученых которые доказывали что сахар в принципе безвреден и никакого отношения к там сердечно-сосудистым заболеваниям не имеет они доказали что это жир именно виноват вот поймите да к чему я все это так долго рассказываю к тому что не факт что все эти исследования не были спонсированы к сожалению невозможно докопаться до истины кто спонсировал да только если спросить лично или то вряд ли ответит что может быть те производители сахарозаменителей как раз и спонсировали те исследования которые проводились а давайте еще один момент вот как раз в 2015 году было исследование проведенное учеными которые собрали 50 до 56 или 53 исследования по поводу сахарозаменитель до бреда так вот они сделали выводы что во первых очень большое количество из них вообще нужно не учитывать то есть те исследования которые проводились они не соответствовали там нормам до права проведения исследования следующие прям ученые сразу сами говорят что слишком было мало народу в исследованиях и нужно еще проводить исследование независимое исследование для того чтобы доказать или безопасность этих продуктов то есть ну сахарозаменители да или наоборот вред их нужно уменьшать в нашем рационе так почему же просто не делает сахар не развивать сахарозаменители убрать их и напитки сладкие все делать на сахаре и все на самом деле те производители напитков не знаю там вкусняшек которые делают сахарозаменителями они идут в тент в ногу в тенденцию нашего времени потому что сейчас ну и тогда уже началось особенно это началось с америки с европы стала мода на здоровый образ жизни потому что ученые стали бить тревогу и говорить о том что эта проблема сахар проблема сахар сейчас с 2017 года если не ошибаюсь имеет налог 20 процентов то есть ввели налог естественно производители начинают уходить от сахара что им делать естественно им нужно производить сладкие напитки но они вроде бы безвредные и самый прикол вы же понимаете что как я уже сказал сахар и сахарозаменители очень нам намного дешевле дешевле чем сахар кола стоит столько же как и с сахаром но и сдержки меньше прибыль больше пускай это может быть мои доводы но я вам говорю про то что сколько всего я прочитал и сколько я всего старался изучить я не брал какие-то статьи знаете из вот там написал какой-то человек все это было на на научных журналах американских сайтах еще раз говорю что все ссылки если вам интересно обязательно зайдите и посмотрите также поизучайте может быть у вас будет другая какая-то взаимосвязь сейчас вход вход пошли такие натуральные сахарозаменители как например стевия и никем не знакомые это арахат но просто его он очень дорогой поэтому вот только добавляют почему его добавляют стевия имеет горьковатый такой привкус послевкусе 20 процентов людей его не чувствуют а вот 80 процентов его ощущают поэтому стерея к сожалению сейчас не идет во все продукты это типа натуральный это многие говорят что это не совсем натуральная ты же не взял листочек перетер и вот листочек принес это естественно то же самое химическим путем вытаскивают вот эту сладость и потом уже производят порошок много постараюсь сейчас уже закончить смотрите все что я хочу хотел добиться этим видео чтобы вы немного логически посмотрели потому что есть не буду называть канала где там все научно по научно вот все исследования да но так как например с сахаром в 50 60-х годах лоббировалась производителями сахара и ученые подкупались но им ничего не остается потому что вы знаете прекрасно что ученые работают там где им платят да и это нормально то же самое с может быть я не утверждаю может быть с сахара заменителями я считаю это моё сейчас мнение будет сахара заменители еще абсолютно не изучены и абсолютно не знают что какой может быть вред а может быть не вред приносит нашему организму все что химическим способом я стараюсь убрать из своего рациона поэтому сахара заменители я убрал до когда-то я их использовал но мне вот этот привкус никогда не нравился и так я с вами поделился информацией попробуйте покопаться в этих ссылках в этих журналах если вам конечно интересно мое мнение что сахара заменитель не самый лучший источник что делать во первых лучше использовать не самые сладкие продукты это натуральные там ягоды и фрукты следующее я заходил на форум и читал по поводу сахарозаменителей очень многие кто говорят что срывается на сахарозаменителях поел выпил чай с сахарозаменителем и понеслось пережирают то есть переедают интересно что многие исследования сейчас пару отступлений многие исследования знаете как проводились вот давали как пример торт с сахаром а другому человеку торт сахарозаменители но больше ничего не давали второму человеку не давали два торта то есть в этом естественно калорий будет больше они говорили вот видите человек худеет на сахарозаменителя а тот поправляется а вы позвольте этому человеку может он захочет еще один торт и еще один торт вот это не учитывалось во многих исследованиях вот это вот интересно то есть многие люди говорят что они переедают как пример мой личный подопечный может съесть 800 грамм творога 600 800 грамм творога за 1 сахарозаменителями и вот попробуйте вот просто попробуйте положите творог 150 грамм сердце его без сахарозаменителя и 150 грамм сахарозаменителя я уверен что вам еще добавки захочется это не научно но эта практика эта жизнь все закончим на этом спасибо вам большое что вы смотрели хочу чтобы вы поделились своей информацией что вы думаете по этому поводу какой у вас вообще опыт потому что я буду дальше копать мне это интересная тема потому что это сейчас такая прям мусолит люди эту тему давайте разберемся вместе постараемся разобраться все спасибо большое что смотрели будьте здоровы красивые и обязательно занимайтесь своим здоровьем ну кто если не вы счастлива всем пока